Жители Ненецкого округа высказали свои замечания и предложения к проекту окружного бюджета на 2021 год и плановый период. Часть из них была озвучена в ходе публичных слушаний, которые состоялись в пятницу 20 ноября под председательством заместителя губернатора, руководителя Департамента финансов и экономики Татьяны Лагвиненко. Из-за эпидемиологической ситуации впервые публичные слушания по проекту окружного бюджета на следующий год прошли в онлайн-формате. Трансляция в прямом эфире велась на телеканале «Север». Традиционно в начале слушаний был представлен прогноз социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. В условиях нестабильности, даже можно сказать турбулентности макроэкономической и политической ситуации, существует сильная валиативность экономики от колебания цен на нефть. По своим масштабам потрясение первой половины 2020 года, а именно обвал цен на нефть, карантинные ограничения, введение режима нерабочих дней в апреле, сокращение российского экспорта из-за спада мировой экономики, превзошли предыдущие кризисы 2006, 2008 и 2014-2015 годов. Директивные ограничения деловой активности в текущем году, вторая волна пандемии – все это является непредсказуемыми факторами для прогнозирования социально-экономического развития региона, особенно нефтяного. Тем не менее, считаю, что прогноз развития округа достаточно позитивный с расчетом на быстрое восстановление экономики в прогнозируемом периоде. Представляя параметры главного финансового документа округа, первый заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Сергей Михайлов отметил. Вашему вниманию предлагается проект бюджета, расходная часть которого формировалась на 2021 год и последующие годы с учетом всех рисков, в том числе рисков выпадающих доходов окружного бюджета в сложных экономических условиях. Доходы бюджета 2021 года составят 20 миллиардов 97 миллионов рублей. Из них объем собственных налоговых и неналоговых доходов 15 миллиардов 400 миллионов. Расходы запланированы на уровне 22 миллиардов 351 миллиона рублей. Бюджет сверстан с дефицитом. В ходе слушания обсудили проблемы, связанные со снижением доходов в региональный бюджет. Вот у нас налоговые и неналоговые доходы по сравнению со 2017 годом, 2020, 2022, 2023 идет снижение. Какая работа будет проводиться непосредственно Департамент и Администрации по их увеличению? Основной фокус сейчас делается на все-таки на привлечении новых, так сказать, инвесторов. Мы работаем вплотную по закону поддержки Арктической зоны Российской Федерации АЗРФ. Вот мы уже внесли определенные преференции, пусть, может быть, они должны сыграть свою роль, значит, с тем, чтобы у нас появились резиденты Арктической зоны. И бизнес получил ту поддержку с тем, чтобы мы, по крайней мере, подняли экономику. Насколько предприниматели чувствуют поддержку и отсутствуют барьеры, настолько будет прирастать у нас, допустим, доходы в бюджете. Поэтому, конечно, и по снижению барьеров, и по, так сказать, привлечению предпринимателей, созданию комфортного инвестиционного климата мы продолжаем работать и вместе с вами тоже. В ходе слушаний были озвучены замечания и предложения жителей Нинецкого округа к проекту окружного бюджета на 2021 год и плановый период, поступивший в адрес Департамента финансов и экономики региона в официальной форме, а также в социальных сетях. Всего в преддверии публичных слушаний поступило три официальных письма, содержащих порядка 20 пунктов по различным направлениям, а также восьми вопросов в социальных сетях. Вопросы касались содержания органов государственной власти Нинецкого округа, проведения дно углубительных работ на реке Печора, предоставления компенсации взамен земельных участков для многодетных семей, строительства нового здания для инфекционного отделения Нинецкой окружной больницы, строительства дороги на Тельвиску и других направлений. На все вопросы, которые были озвучены в ходе публичных слушаний, ответы будут даны письменно в зависимости от того, как они были направлены – официальным письмом или в виде комментариев к посту ВКонтакте об объявлении публичных слушаний.